Посмотрите, а Луна почти полная. Каждая полнолуние связана с каким-то праздником в Индии. Каждый месяц — это что-то особенное. Прошлая полнолуния была Гурупурнима, посвященная почитанию традиций мастеров. С незапамятных времён она также называлась Вьяса-Пурнима, потому что Вьяса, который был сыном рыбака, прославил Веды на весь мир. Они называются Веды-Вьясы. Итак, в прошлое полнолуние была Вьяса-Пурнима. А месяцем раньше Будда-Пурнима — день, когда Будда родился и достиг просветления нирваны. Всё это произошло в один и тот же день, и до этого были Ваишак-Пурнима, Читра-Пурнима. Так что каждая полнолуние имеет какое-то значение. И нынешняя называется Ракша-Бандхан — день, когда сёстры повязывают братьям обереги Ракхи для их защиты и безопасности. Они молятся за благополучие своих братьев, и во время празднования любая девушка может быть сестрой каждому. Поэтому иногда молодые люди уходят и прячутся, если замечают, что какая-то симпатичная девушка собирается повязать им Ракхи. Они думают, что тогда потеряют шанс на романтику. Потому что если повязали Ракхи, то всё — нужно быть лишь братом и сестрой. Поэтому в школах и колледжах некоторые парни сегодня избегают Ракхи. По крайней мере, я слышал об этом. И это празднование отмечается по всей стране. Мусульмане тоже повязывают обереги. Индуисты, мусульмане, христиане — и все принимают участие в Ракша-бандхам. Это очень хорошо. Смотрите, сегодня у вас есть все эти дни дружбы, и затем вы обмениваетесь чем-то. Традиция подобных праздников идёт с давних времён — День братьев, День сестёр. Итак, это один из обычаев Ракша-бандхам. А другое название этого полнолуния — Шраван-пурнима. Шраван — это месяц празднований. Сейчас начинается череда празднований. После полнолуния будет День рождения, Шри Кришны, затем День Ганапати, потом Наваратри, а после Дивали. Так что каждый месяц случается тот или иной фестиваль. Любой повод праздновать жизнь очень хорош. Сегодня, когда мир погружается в такое пасмурное настроение, эти празднования, несомненно, служат для подъёма человеческого духа. Все они имеют свои цели и значения и несут пользу для здоровья общества. Поэтому мы должны следовать этим традициям, мы должны сохранять эти традиции, потому что они объединяют людей, несмотря на разные касты, вероучения, религии, расы и тому подобное. Не так ли? Да, подобные вещи совершенно необходимы. Ведь в наше время так много разъединяющих сил. И нам нужно очнуться и укрепить социальность страны. Если осознанность — это качество сознания, то что скрывает эту осознанность, когда мы глубоко спим? Существует три состояния сознания — бодрствующее состояние, состояние сновидений и глубокого сна. В бодрствующем состоянии только часть времени вы более сознательны, не всё время. А в состоянии сновидений и сна вы не осознаны совсем. Но могут появляться некоторые проблески, когда вам что-то снится, и вы осознаёте, что вы во сне. Вы должны были иметь эти редкие проблески хотя бы раз в жизни. Вы просто понимаете, что спите. Если вы хорошо медитируете, то этот опыт очень знаком вам. Вы спите и осознаёте, что ваше тело спит. Ваш ум отдыхает, и вы наблюдаете свои собственные сны. Но нет никакой нужды заставлять себя быть осознанным постоянно. Это новый тренд. Будь в настоящем моменте, будь осознан. Знаете, иногда это сводит вас с ума. Для чего вам быть осознанным все 24 часа? Вы прикладываете столько усилий, и затем вы беспокоены. Я встречал столько случаев, когда люди начинают страдать бессонницей и сталкиваются со многими другими неврологическими и физическими проблемами, вкладывая так много энергии в попытке быть сфокусированным, сохранять осознанность всё время. Вам не нужно этого делать. Хорошо? Потребность сама подскажет вам, когда это действительно необходимо, то фокус внимания придёт. Да, когда происходит что-то важное, или вам нужно выслушать важную беседу в тот же момент, вы готовы слушать внимательно. Токсичные вещества душат в вас эту способность. Она встроена в нас естественным образом. Но любые виды токсинов, такие как алкоголь, наркотики и подобные вещи, будут очень вредными для нас во всех трёх состояниях сознания. Гурдев, каково происхождение кармы? Как душа начинает своё путешествие с кармой? Знаете, я хочу, чтобы сначала вы указали мне, в какой точке начинается теннисный мячик, а потом я отвечу на этот вопрос. У меня тоже есть право задавать вам некоторые вопросы. Так что где же начинается теннисный мяч? Скажите мне, а затем я расскажу вам про начало кармы. Хорошо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!